Нашумевшая по нашей стране игра «Смута» вышла, многие уже поиграли в неё, отзывы неоднозначные. Вот сейчас попытаемся вместе с экспертом в мире видеоигр обсудить её. У нас в студии Антон Карпушин. Здравствуйте, Антон. Доброе утро. Так, игра «Смута» полностью отечественная. Да, Институт развития интернета выделил деньги нашей российской компании «Сибирянова», и они последние несколько лет разрабатывали нашу игру. А это компания из какого города? Это московский. А, это московский. Давайте для тех, кто совсем не в курсе, про что игра, какие задачи? Это игра про исторический момент нашей России, очень непопулярная тема на самом деле. История про молодого князя Юрия Милославского, который после получения раны в бою, в Сечи, можно сказать, отдохнул годик где-то на курортах, возвращается домой и получает задание от своего, можно сказать, отчима попасть в приближенные пожарского именина для того, чтобы помочь польскому королю Владиславу организовать поляковскую власть на Руси. Действительно смута. Да, смута. Ну и со временем там герой проникается мининым пожарским, становится за Россию и всех вот этих поляков выгоняет. Так, а вот теперь вопрос по жанровой принадлежности игры. Вообще игра позиционируется как РПГ. Это игра с видом от третьего лица, с прокачкой, с какой-то прогрессией. Ну и все. Ну вы поиграли уже в игру. Да, я уже поиграл, я специально для вас скачал, поиграл, попробовал. Спасибо. Да. Давайте теперь тогда как раз про те неоднозначные отзывы. Как ранее сказал Антон, почему они, что за шумиха вокруг? Что не доделали в игре или что сделали не так? Вообще, честно говоря, игра, как ни крути, выглядит довольно симпатично. Ну, все дизайнеры, которые старались над игрой, сделали игру очень классно. Да, это можно увидеть, если смотреть на ролик. Ага. То есть стилистически она выглядит замечательно, очень колоритно, очень самобытно. То есть видно, что это наше все. Ну, это все такие сюжетные вставки, да? Да, это катсцены. Катсцены выполнены на игровом движке, поэтому если происходят какие-нибудь баги, можно сказать, то это можно прямо в катсцене увидеть. Ага. По поводу минусов, неоднозначных моментов. Первое, это, конечно же, касается вот боевок. Боевки, хоть и заявлялись довольно простыми и адаптивными, они все-таки являются... Прощение, тут уже перешло к кодексу. Это лорные части, где вы можете почитать все о мире, все, что появляется, вся информация. Так вот, геймплейно, оно странное, честно говоря. Оно работает по обычной слэшерной системе, то есть легкие удары, тяжелые удары, блок, не блок, у вороты. Но когда мы пытаемся пользоваться какими-нибудь, например, у воротами или пинками, игра имеет очень странную особенность не считывать нажатия. То есть для нее это очень сложно, она не всегда чуть дальше это будет видно, не всегда понимает, что мы одновременно нажимаем и отскок, и еще какую-то кнопку, и на мыши, может, что-то нажимали, и много пропускает. Также немного ватно ощущается, слегка, как это правильно сказать, не ощущается инпут. Но в остальном очень рано пока что-то говорить, поскольку игра, на мой взгляд, кажется еще сыровата. То есть разработчики обещали нам и патчи, и дальше ее развивать, и уже они потихоньку начинают выкладывать, что они исправляют. Поэтому я считаю, пока еще рано сказать, что она вот плохая, могу сказать, что она сыроватая. Потому что вот можно видеть, как работает стелс, очень странно, вот проходим прям под противниками, они такие, вау, никого. Ага, есть такие моменты. Так, всегда интересно, за сколько часов непрерывного игрового времени можно пройти эту игру вообще по сюжетной составляющей? Как вам? Тут кроме сюжетной составляющей ничего нет. Ага, интересно. Да, но кажется, вот, что у нас есть основной сюжет и какие-то дополнительные миссии в процессе разговора с какими-нибудь персонажами. Как вот подходишь к персонажу, начинаются вот эти вставки, как в визуальных новеллы с переходиками, или как в старых РПГ от Биаван. Как в первом Хитмане графика. Получше, получше. Как минимум более требовательное. Вот, в чем штука. Тут все задания, они последовательные. Даже если это какое-то простое задание из разряда, ой, а я слышал, что у нас под монастырем есть пещера, а там есть сокровище. Оно отмечается как сюжетное. И тебе надо дойти до какого-то монастыря, найти пещеру. Ну, по маркеру, соответственно. А вот, кстати, да. Тэмп консессонных, все. Ты приходишь, находишь пещеру, заходишь, там один где-то в самом дальнем конце сундучочек, ты его открываешь, получаешь, ну, почти ничего, и все. Ну, да. Казалось бы, какой сюжетный смысл от этого? Как доп. задание было бы здорово, сюжетно никакого смысла. Ну, по сюжету вообще, в принципе, такая игра интересна для геймеров? Или все-таки... Интересная тема. У нас нету игр, которые раскрывали бы... Историю, да? Да, нашу историю, которые могли бы показать хотя бы, как выглядело все это примерно исторически. Благо, исторические консультанты подобраны хорошие. Круто. Ну, игру можно скачать на каких-то онлайн-сервисах, да? То есть она доступна. Да, ВК-плей предоставляет возможность скачать. Ну, сначала купить, соответственно, а потом скачать. Это не бесплатно ли? Не бесплатно. Но нет ощущения, что в очередной раз наши российские разработчики, неважно из какой сферы что-то создали, и все начинают их хейтить. Критиковать, конечно. Критиковать, да. Вот это не так, то не так. Это касается не только видеосферы, да, но и фильмов. Если мы там что-то снимаем, все, начинается шквал критики. Нет ощущения, что просто до чего-то докапываемся. Будем честны, в интернете их сидят очень злые люди. Если вспомнить любую недавно вышедшую игру, которая не очень хорошо выглядела на старте, например, тот же Киберпанк, который выходил от польских игроделов, он тоже на старте не был встречен очень хорошо. Его тоже очень много кто не любил, многие жаловались, выкладывали там видео, свои реакции и так далее. Сейчас со временем она, конечно, исправилась. Там потребовалось много времени, много патчей исправлений и любви, конечно, фанатов. И я хочу верить, что у нас будет так же со смутой, что разработчики будут это продолжать делать, что у нас появятся фанаты, которым интересен наш русский сеттинг, и оно будет хорошо. Ну, параллельно у них есть, да, возможность внедрять какие-то обновления, что-то исправлять. А так делают с западными играми? То есть тот же, не знаю, GTA и так далее. То есть с момента выхода, ну, там, по прошествии одного-двух лет что-то исправляется? Сейчас, да, сейчас наш, ну, не только наш, но и в целом игровая индустрия, она отошла от того, чтобы сначала выпустить игру, а потом просто ее оставить. Потому что, если вы вспомните раньше, когда не были распространены онлайн-сервисы, очень часто вот в магазинах где-нибудь, в ларьках, в переходах, покупали диски, и потом вот там поставил и забыл про это. Сейчас такого нет, сейчас у нас онлайн-сервисы везде распространены, облачные гейминги в том числе, поэтому поддержка сейчас на высоком уровне, как с мобильными приложениями. Вот, как знаете, вот выходит какой-то патч, вы сразу с телефона скачали, так же и с играми же сейчас. Да, ну что ж, будем ждать тогда. Да, заинтересовала всех игра с мута. Будем ждать, что она будет нравиться. Доработана. Да, доработана. Спасибо большое нашему сегодняшнему гостю. У нас в гостях был Антон Карпушин, эксперт в сфере видеоигр. Ну а мы продолжаем нашу программу. Скачайте, поиграйте, если вам не жалко 2000 рублей, во-первых, и своего свободного времени. До свидания. До свидания. До свидания.